Ну хорошо. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Я имею честь открыть семинар, который посвящен памяти нашего известного ученого, одного из создателей и руководителя вычислительного центра Объединенного института ядерных исследований, одного из создателей нашей лаборатории, выдающийся ученый-математик Евгений Петрович Житков. Поэтому я приглашаю директора нашего института, академика Григория Владимирович Трубникова, сказать несколько приветственных слов нашему собранию, нашему семинару. Пожалуйста, Григорий Владимирович. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Евгений Петрович причастен и к организации, и к созданию лаборатории вместе с Михаилом Григорьевичем Мещеревком. Кстати, у него тоже сегодня день рождения. Институт чтит память своего основателя и выдающийся человека, чье имя носит лаборатория. Мы гордимся, что Комитет полномочных представителей поддержал имя Михаила Григорьевича в названии «Лаборатория информационных технологий». Ну и вот Евгений Петрович Житков, несомненно, и в числе организаторов-основателей лаборатории, она называлась тогда «Вычислительные техники автоматики». Но и, наверное, очень важно сказать, что он и к созданию уникального комплекса вычислительного был непосредственно причастен. Люди, которые его учили, это выдающиеся российские математики, тоже вписанные навеки в историю мировой математики. Это и Петровский, и Соболев, и Калмогоров, и Тихонов. Ну и дальше люди, которые, как я сегодня с удовольствием почитал воспоминания, люди, которые брали на работу Евгения Петровича, это Дмитрий Иванович Блохинцев и Николай Николаевич Боголюбов. Ну и фактически Евгений Петрович один из старейших сотрудников с 1959 года. Он работал в институте до 2007-го, получается, более 50 лет. Настоящий ветеран, настоящий атлант, на плечах которого в том числе стоит и развивается ныне лаборатория информационных технологий. Мне посчастливилось в жизни встречаться с Евгением Петровичем, ну, по-моему, может быть, это были редкие встречи, не так часто, не так много раз. Тем не менее, когда мне, молодому аспиранту, при написании кандидатской диссертации в лаборатории ядерных проблем Минджелепова, нужно было оптимизировать некоторые алгоритмы по расчету динамики заряженных частиц в накопительных кольцах. И я не смог найти ни в ЛТФ человека, ни в ЛЯПе, кто бы мог мне помочь растолковать, какие численные методы наиболее эффективны и наиболее быстры для задач расчета пространственного заряда. Виндик Петрович Жилепов, он в ту пору еще был тоже с нами живой, он мне посоветовал, вот есть лаборатория в технике автоматики, есть Евгений Петрович Житков. Вот сходи, пообщайся, и тебе точно помогут. И уже только после этой встречи с Евгением Петровичем, только после вот коротких обсуждений, до меня дошло вот, ну, буквально, знаете, через несколько дней, наверное, после этой встречи, что учебник, по которому я учился в университете, написал Евгений Петрович Житков. И что я общался с тем человеком, в общем, по классическим учебникам которого учатся миллионы людей и в университетах, и в России, и в СССР, и во многих-многих странах мира. Поэтому, вот, знаете, я не могу ни вспомнить, ни отметить такую вот, с одной стороны, действительно, абсолютно выдающуюся голову, абсолютно выдающийся интеллект, и при этом очень доступный и, ну, практически до последних дней своей жизни необыкновенно активный, необыкновенно энергичный человек, который вот буквально до последних дней своей жизни приходил на работу в лабораторию, очень хорошо его помню, с палочкой, как он через проходную проходил, как он заходил в ЛИП, мы тогда вот еще читали лекции в УНЦ. И вообще вот даже одно ощущение от того, что ты находишься рядом с классиком и живешь в одно время, в один период, это, ну, для молодого человека, для аспирантов, для молодых кандидатов наук, это, конечно, были совершенно такие вот теплые человеческие эмоции, очень положительные, хорошие. Ну, вот, конечно, нужно, несмотря на такую, может быть, неформальный формат нашего мероприятия, конечно, это хороший сегодня день и хороший повод вспомнить о Евгении Петровиче не только как о замечательном человеке, но и действительно как о выдающемся ученом. Вот вклад его в развитие численных методов, в итерационные методы решения нелинейных задач и даже в развитие численных методов для экономики, для биофизики, для экологии. И мы должны об этом говорить, мы должны вспоминать и рассказывать, в том числе и следующим поколениям об этом вкладе Евгения Петровича, ну и вообще о нем как о выдающемся ученом, таком настоящем ученом большого масштаба, большая величина, по-моему, что-то около полусотни кандидатских диссертаций, около десяти докторских диссертаций. Конечно, он возглавлял огромное бесчисленное количество советов, комиссий и так далее. Ну и я думаю, что самой такой хорошей памятью ему служит очень динамично развивающаяся лаборатория, ныне информационных технологий она носит имя, название им. Те комплексы, те уникальные гетерогенные вычислительные структуры, которые вы, коллеги, создаете, вот Владимир Васильевич со своей очень профессиональной командой и, конечно, с нашими коллегами-коллаборантами из многих-многих стран, в первую очередь, конечно, это Московский университет, Институты Российской Академии Наук, но и многие институты из стран-участниц. Я думаю, что все вот эти наши научные современные достижения, это прекрасная память и отражение заслуг, в том числе и Евгения Петровича, вот ту науку, которой мы занимаемся, и те успехи, и те результаты, которыми лаборатория гордится, а Институт гордится лабораторией информационных технологий имени Михаила Григорьевича Мещерякова, в которой работал Евгений Петрович Житков. Спасибо всем огромное за то, что вы чтите, так вот, трепетно его память, эти семинары регулярные, это очень важно, и я желаю вам всем крепкого здоровья и хорошего сегодня настроения во время семинара. Спасибо большое. Спасибо большое, Григорий Владимирович, за теплые слова. Я хотел бы предоставить слово тоже выдающемуся математику современности, академику Борису Николаевичу Четверушкину, который многие-многие годы сотрудничал с нашей лабораторией, и, конечно, он активно сотрудничал с Евгением Петровичем Житковым. Борис Николаевич, я просто знаю, что он улетает, поэтому я хотел бы предоставить ему слово первым после директора нашего института. Борис Николаевич, надо включить микрофон, пожалуйста. Все. Включен? Слышно? Борис Николаевич, все отлично слышно. Еще раз повторяю. Первое. Большое спасибо за приглашение принять участие в нашем семинаре, посвященном памяти Евгения Петровича Житкова. Я просто хотел сказать, что Евгений Петрович вошел в науку в начале 50-х годов, а это было время бурного создания, ну, мы знаем, ракетно-ядерный щит создавал со стороны, но и попутно создавались основы вычислительной математики современной, ее использование на вычислительных системах. И вот он относится к вот этому поколению, которые создали вот этот фундамент, на котором мы стоим до сих пор. И вот я могу сказать, что такое чувство первопроходцев, оно всегда оставалось у всех этих людей, в том числе у Евгения Петровича. То есть они внесли большой, и в первую очередь, в данном случае Евгений Петрович, большой вклад в то, что мы вот сейчас, тот фундамент науки нашей вычислительной, которую мы сейчас пользуемся. Я могу сказать, что Евгения Петровича очень ценили и Андрея Николаевича Тихонова, и Александр Ильич Самарский. С ним много работал, тоже вот недавно ушедший в этом году из жизни, чем корреспондент Калиткин. И вот действительно замечательная работа в области решения нелинейных задач, атернационных методов. Они, ну, основополагающие в значительной мере тот фундамент. А та методология, когда создавалась вот современная вычислительная математика, она действительно, вот может быть, и те подходы, ну, скорее всего, может, философия, она может быть сейчас важна нам и сейчас. Вот мы недаром говорили с Владимиром Васильевичем, значит, о создании больших вычислительных машин на гетерогенных системах, гетерогенных системах. С Георгием Владимировичем мы два года назад обсуждали о создании специальной, ну, выделении вычислительной, крупной вычислительной машины, которая была бы как бы экспериментальным реактором, которая позволяла бы обкатывать новые методы для современных вычислительных систем. Я думаю, вот то есть наследие Евгения Петровича, оно здесь, конечно, будет очень важно. Что я могу сказать? Вот Евгений Петрович, ну, его действительно очень ценили в нас в институте, и, как говорится, руководители нашего института, и мы рядовые тогда сотрудники, ну, не только за научные достижения, но и за человеческие качества. Вот Евгений Петрович был приглашен Александром Ильичем Самарским, коллеги, журналом математического моделирования, когда он становился. И вот я могу сказать, вот я вспоминаю, что у него были не только точные замечания, я тоже тогда вошел, ну, еще относительно молодой ученый, но производил впечатление не только вот точность его замечания, но и, так сказать, спокойная рассудительность, в общем, которая делала все эти высказания убедительно. Я думаю, в значительной мере у него был административный талант вот в этом плане. Поэтому я хочу отметить, что вот действительно приятно, в человеческом плане это был очень приятный человек. Ну, вот я понимаю, что внешне и добродушный человек, вот даже несмотря на свои уже, так сказать, и болезни, он постоянно приезжал к нам в институт и активно участвовал, работал. И, в общем, как-то так мы даже внешне в процессе общения не замечали, что не все у него хорошо с состоянием и здоровьем. Ну, и я вот сейчас хочу тоже пожелать вот его научным наследникам, работающим в этой лаборатории, в институте, значит, продолжать ту деятельность, которую Евгений Петрович, успешно продолжать. Я думаю, поле деятельности у нас огромное, а вот то наследие, которое передали нам великие древние, в том числе Евгений Петрович, я думаю, будет служить хорошим фундаментом для продолжения нашей работы. Еще спасибо всем и успехов в работе нашего семинара. Спасибо. Большое спасибо, Борис Николаевич. Я хотел предоставить слово советнику директора ЛИТ, друга и коллеге Евгения Петровича Рудольфу Позу. Уважаемые коллеги, для меня это большая честь сегодня быть здесь и радость, что я могу быть здесь и вместе с вами отметить это замечательное событие нашей лаборатории. О личности Евгения Петровича, как ученого, мы уже только что слышали очень хорошие слова, которым я фактически ничего не могу добавить, но я хочу обратить внимание на другой аспект и другую сторону значения этого выдающегося человека для нашей лаборатории. Ведь наша лаборатория не так просто создавалась, она, можно сказать, ЛВТА создавалась в муках. В муках во время, когда начинала в Советском Союзе развиваться полупроводниковая техника, появились первые вычислительные машины, и началась электронная автоматизация в широком масштабе. И это, конечно, отразилось и на наш молодой институт. В разных лабораториях возникали группы, отделы, сектора по автоматизации научного эксперимента и так дальше. И появилась довольно трезвая идея объединить эти группы в одно целое. Были сделаны некоторые попытки, например, создавался один ОКБ, я уже не помню, как было это название, куда входили группы из ЛВЭ, из ЛЯРа, из ЛЯПа, но как-то не было жизни в этой группе. Делали некоторые работы, потом распалились. И в конце концов, в 1966 году возникла наша лаборатория. Кто именно, если один автор этой идеи объединить автоматизацию с вычислительной техникой в одной административной единице, я не знаю. Может быть, она родилась у разных людей и постепенно приобрела форму. Но я думаю, это было решающим шагом. И решающим шагом было, что именно к инженерно-техническим группам присоединилась группа математиков в вычислительный центр. Я хочу... Мы это когда-то записали в книге по 50-летию института. Там такие слова написано. У истоков ЛВТА также стоял известный математик Евгений Петрович Ритков, который перешел в ЛВТА из ЛТФ вместе с руководимым им вычислительным центром. Вот это была, по-моему, та маленькая вспышка, которая вот, наконец, привела к созданию нашей лаборатории. Это мы должны помнить, не надо забыть. Кроме того, конечно, здесь написано, что после смерти Михаила Георгиевича Бешикова Евгений Петрович был назначен председателем Совета по защите кандидатских и докторских диссертаций. Это еще раз подтверждает его высокая ценность как ученого в математике. Так что я хочу при всей своей скромности и деликатности вы по правде должны считать Евгения Петровича одним из основателей нашей лаборатории. Это несомненно. И я тут хочу вспомнить, у меня много было разговоров с Михаилом Георгиевичем Мишниковым о нашей лаборатории. И он, особенно, две мы не идеи, а точки зрения я вспомнил. Он, кстати, Рудольф Генцевич, он меня так называл, хотя я на многом он оживил. Вы всегда должны помнить, что наша работа не является самоцелью, а мы служим физике. Вот не забывайте это. Это одна такая. И второе тоже очень интересное выражение. Математика нашей лаборатории – это наша научная совесть. И я думаю, что мы вполне вправо сказать, что Евгений Петрович является наилучшим олицетворением вот этой научной совести нашей лаборатории. Спасибо вам. Спасибо большое, Рудольф Генцевич. Ну, обычно я делаю предпочтение вначале тем, кто находится дистанционно, потому что не все могут как бы долго быть иногда на связи. Поэтому я хотел бы предоставить, я думаю, что одному из любимых, наверное, учеников Евгения Петровича, Борису Хоромскому и Венеры Хоромской. Борис, пожалуйста, тебе слово. Сейчас, еще раз скажи. Спасибо вам большое за приглашение. Я очень рад и остроган даже, ну, понимаете, что вернуться мысленно назад, столько лет назад очень трудно. Такой большой путь поведен в науке. Но все это мы начинали с Евгения Петровича Житкова. И, конечно, я не могу за несколько минут все тут припомнить, но у меня самые теплые воспоминания остались. Я попробую что-то из этого вспомнить сейчас. Я вообще очень рад видеть множество знакомых людей, друзей. И вот в этом зале такая теплая обстановка, что я как бы в нее сразу погрузился. и мне тоже стало хорошо. Вот вместе с вами. В общем, еще раз спасибо за приглашение. Но я вспоминаю, что я работу начал довольно давно. Начиная с 1973 года, я поступил на работу в отдел Евгения Петровича после окончания Московского университета, где я там слушал Калмогорова, Тихомирова, а потом попал в группу Евгения Петровича замечательную. И вот проработал с ним я больше 20 лет. Написал огромное количество статей с ним. Я заложил весь фундамент моей научной работы, будущей и работы с ним именно он. И я это всегда вспоминаю и, так сказать, ценю это всегда. Но вот у него всегда были очень важные особенности, которые многие уже отмечали. В частности, вот Борис Николаевич Тверушкин, я, кстати, тоже Борис Николаевич. Он тоже отмечал, что у него было такое чувство, знаете ли, справедливости, обоснованной справедливости. Не так, так сказать, справедливости субъективной. А вот именно он её мог спокойно обосновать простыми аргументами, что стал ясно, что так нужно себя вести, так держаться. У него была демократичность, но тоже такая обоснованная всегда. И все, так сказать, с ним как-то быстро соглашались, если нужно принять решение. Но самое главное, конечно, у него было чувство, так сказать, направленности на новизну, что нужно всё время что-то вообще-то делать, вперёд идти. И, конечно, нацеленность на приложение и сотрудничество с физиками. Это мне всю жизнь помогало. Это огромное вообще качество очень важное, потому что его приобрести очень сложно. Потому что с физиками ведь что? С ними надо общий язык найти. А это не так просто, вы понимаете? Математики и физики, особенно вычислительная математика, она не совсем теоретическая, а физики, они теоретики часто бывают, и экспериментаторы. А у них другой подход. Вот я помню, например, как раз перед сегодняшней конференцией я вспомнил историю, когда Владимир Кадышевский пригласил нас на обсуждение, Евгений Петрович, и я тоже присутствовал. И он сказал, что вот мы, говорит, разработали новое уравнение, оно потом называлось уравнение Кадышевского, фундаментальное уравнение теоретической физики. И он говорит, вот мы его разработали, написали, вот можете до завтра проверить численно, как оно работает, какие даёт решения. Ну, понимаете, у физиков же это просто. Ну, посчитайте, чего там до завтра. Фундаментальное, на бесконечном мере уравнения дифференциальное, которое никто никогда не решал и не знает, как решать. А нет, так сказать, ну вот такие задачи. Это, так сказать, разговор начался с этого, окончился, конечно, какими-то исследованиями. Но главное, что, конечно, Евгений Петрович генерировал очень тёплую атмосферу всегда в отделе. Он старался быть, ну я уже говорил, таким обоснованно справедливым, что если к нему приходят люди, погорячиться, что-то обсудить, возмутиться иногда, он спокойно выслушает, спокойно идёт аргументы, и все выходят от него спокойные и, так сказать, остывшие. Он, конечно, любил всегда остроумные шутки, мог всегда разрядить любую атмосферу накалённую. И эти шутки он всегда использовал. Это мы, так сказать, чувствовали и находились всегда в таком приятном творческом состоянии. То есть это, конечно, здорово. К тому же он, конечно, поддерживал контакты не только с физиками из нашего института, но со многими коллегами во всём СССР тогда ещё, особенно в Москве с институтами. То есть там были центры, там был институт Самарского, Тихонова. И, конечно, мы с ними контачили и участвовали в семинарах. Это раздвигало наши, так сказать, представления, горизонты обо всём и привычало к тому, что мы, ВВТ, не единственные в этой стране и в этом мире, а что существует глобальная наука. И, так сказать, вот это чувство, что мы часть большого комьюнити, всегда было вместе с ним. По-человечески он был вообще таким мягким, великодушным человеком. С ним беседовать было просто одно удовольствие. На любую тему, на научную, на, так сказать, человеческую, на абстрактную. Он всегда был очень спокойным. И любую, так сказать, вещь старался обсуждать в таком демократичном, логически обоснованном тоне. Вот. Ну, что касается науки, то, конечно, мы всегда старались решать задачи, которые практически неразрешимы или близко к неразрешимым. И вот нелинейные задачи, связанные с расчётами многих физических процессов, они до сих пор являются, как говорится, челленджинг. И к ним нет таких разработанных, сложившихся подходов. Каждую задачу приходилось анализировать отдельно. И это, кстати, тоже великое дело. Не то, что иметь один метод, который ко всему применяется, и всё механически. Такого не было. То есть была всякая творческая оценка поставленной задачи, анализ. Не было никаких стандартных решений, нужно было их откуда-то находить. Вот мы их искали. Вот. И после этого, значит, конечно, у меня сложились контакты и с москвичами, в частности, вот с академиком Тертышником. Я до сих пор с ним контактирую. Есть сейчас контакты и со Сколково, с институтом. Это всё, так сказать, продолжение работы, которую мы вели с Евгением Петровичем. Также мы, конечно, работали с молодыми учёными, много кандидатов в наук защитили. И вот, в частности, здесь присутствует, я надеюсь, несколько человек. Вот. Эдуард Ариан, наш, так сказать, известный кандидат. Он тоже добился больших успехов. Есть Юл Ташев тоже. И Никонов. И, конечно, Жора Мазуркевич, который сейчас работает и живёт в Кёльне. Мы с ним тоже контактим здесь. Так, что по каким-то специальным, так сказать, обстоятельствам сложилось так, что мы оказались недалеко. Он мой тоже один из учеников. И, конечно, были замечательные другие. Наши коллеги остались. Вот мы, кстати, приехали вместе с Павлом Акишиным из Московского университета. Вместе с ним окончили Мехмат МГУ. Одновременно поступили. Одновременно здесь работали. Поработали и общались. И очень приятно, я думаю, Павел тоже здесь находится вспоминать об этом. Конечно, много других было друзей и коллег. Некоторых уже с нами нет, к сожалению. Но жизнь, как говорится, такова. Я вспомню, кстати, в середине 90-х я начал ездить в Германию. Но как это оказалось? Значит, это нас пригласил известный немецкий учёный, можно сказать, выдающийся Вольганг Ведланд. Ему тоже исполняется скоро 85 лет. Он в Штутгарте работал всё это время последнее. И он нас пригласил с Евгением Петровичем в Штутгарте на два месяца поработать с ним по нелинейным проблемам. Это было, конечно, очень, так сказать, большое для нас, так сказать, событие. Мы туда ездили. Об этом можно рассказывать ещё целый день, как это всё происходило. Но важно, что это открыло как-то... А благодаря тому, что Евгений Петрович был очень такой непосредственной в общении и так далее, то вся эта поездка, хотя она была первый раз для меня, так сказать, в Германию, прошла очень, так сказать, ненапряжённо, очень приятно. И после этого как-то меня начали приглашать в разные места сотрудничать. И, в общем, я начал совместные работы с другими учёными. Кстати, я могу ответить, что у меня очень большое количество работ с российскими учёными и большое количество работ с немецкими. Я как бы являюсь таким человеком, который две науки, ну, как-то в одном лице объединяет. Я знаю традиции российской, сильнейшие традиции, до сих пор сотрудничаю с людьми из Москвы. И знаю традиции немецкой науки, которая тоже сильная. И вот их, так сказать, как-то пытаюсь объединять вместе. Для меня, конечно, школа Евгения Петровича является абсолютным базисом во всём, во всей моей работе. Ну, и я могу сказать к концу только, что сейчас я работаю уже долго, работаю больше 20 лет в Макс-Планк-институте по математике в Лейпциге. Вот, ведущим научным сотрудником, а также приватно-доцентом в университете. Ну, и иногда читаю лекции других университетов. То есть жизнь очень интересна, наполнена. Это продолжение той жизни, которая научная была у нас в ЛВТА. И вот ещё в заключении, я уж слишком разговорился, извиняюсь. Мне приятно разговаривать с этой аудиторией. Надеюсь, вам тоже. Вот Венера приготовила тоже несколько слайдов. Нашла фотографии, которые прямо вот отражают нашу работу с Евгением Петровичем. Может быть, вам интересно будет их увидеть. Сейчас мы откроем их, вспомнить, как говорится, наше прошлое замечательное. Вот, 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 вот. Одну секунду. Так, это значит у нас общий заголовок, но он, как говорится, не так важен. Мы тут сказали, что это journey to the origin of the large-scale numerical method. So, this is exactly what we're doing. Так, я... Ага. Нет, не идёт. Тогда будем так работать. Вот первые фотографии. Можете посмотреть обстановку. Кое-кто здесь может себя узнать. Например, Эдуард Ариан. Евгений Петрович всегда был в центре. Ну, видите, какая... Он создавал такую атмосферу, совершенно, так сказать, неповторимую. Это мы где-то на шашлыках в нашей группе. Тут ещё есть наш студент. Мы тоже 5G-студент. Нгуен Монг. Сейчас он в Вьетнаме. Вот дальше идёт фотография. Роберт Емалеев. Я ингуен. Вот здесь Павел Акишин. Вон там Евгений Петрович. Маханьков. Да, и тут подготовка к шашлыкам активно идёт. И у Дашев тоже. И я тут где-то. Так, на следующей фотографии. Это, значит, конференция. Я уже говорил, что Евгений Петрович очень сильно поддерживал участие в конференциях, сотрудничество с другими учёными. Вот, в частности, мы едем тут на конференцию. Я занялся во Львов. То есть мы были на конференции во Львове. Вот там даже, видно, дом один старинный, львовский. Это замечательный город. Вот здесь Евгений Петрович и много участников и коллег из Москвы в основном. Это была конференция, организованная Самарским. А вот интересная фотография. Здесь многие себя могут найти. Это была конференция в Лепне. Нет, в Самоскул. Самоскул, да. И там участвовало огромное количество наших сотрудников, которых многие, да, можем сейчас найти здесь. В частности, вот вопрос. Кто может найти, скорее всех, Евгения Петровича здесь? Наверное, не так просто. Вот он здесь стоит. За Карловым. Вот видите, Евгений Петрович. Он здесь. Вот это, как говорится, лишний раз показал его человеческую скромность. Он не сидит, вот где-то стоит в первом ряду. А так, в общем, стоит среди всех. И, в общем, никак не выделяется. Но он здесь есть. Вот и здесь многие другие есть. Это интересная фотография, она памятная. А вот другое. Здесь сотрудничество с Казанским университетом. Вот здесь я, Пел Акишин и два сотрудника из Казани. Они сейчас золопрофессора там. Вот. Они были как раз на конференции. Мы их провожаем, так сказать, в Москву. После этой конференции. То есть это направление сотрудничества было. Здесь немножечко эпизод работы с аспирантами. Вот здесь вооруженный есть. И Олег Юлдашев, и я стою. Ну и другие тут рядом. Это у нас работа кипела. А здесь уже немножко из немецкой жизни я вам покажу. Вот посмотрите. Здесь это мое 60-летие. Да? Праздновалась конференция посвященная моему 60-летию. Это было 10 лет назад. Вот тут я стою. И многие, значит... Вот стоит академик Тротышников рядом со мной. Вот стоит Иван Оселедец, который сейчас является профессором в Сколково. Вот стоит мой ученик Сергей Долгов. А вот стоит Вольган Хак, буш-директор нашего института. И многие другие ученые, которые все сейчас очень известны. То есть, видите, школа, так сказать, Житкова, она распространилась на широкую сцену научную. Очень приятно. И, может быть, здесь еще интересная вещь. Вот здесь Жора Мазуркевич. Он тоже там же был на той конференции. Один из моих учеников. И Габриэль Витум, это директор института в Штутгарте, где мы работали. Ну, а дальше вот тут Вольган Кведланд, тот самый Вольган Кведланд, который нас первый раз пригласил с Евгением Петровичем в Штутгарт. И это заложило основу дальнейшей сотрудничества. И здесь опять известные люди, которых я уже называл. Ну, и в конце могу сказать, что как результат вот этой работы с Евгением Петровичем сейчас уже как-то кристаллизовалась эта деятельность. И мы начали, в общем, и я в частности активно занимаюсь в последние годы решением многомерных задач, задач, которые невозможно решить даже на суперкомпьютере. Ну, вот я надеюсь, что на тот суперкомпьютер, который вы планируете, так сказать, запускать и строить, может быть, и удастся решить, или может даже можно сравнить вот эти специальные методы, которые основаны на тензорных подходах. Они позволяют очень сверхбольшие задачи решать. Ну, на разумных компьютерных мощностях. Вот это то, к чему привела та школа Евгения Петровича. И вот я имею три книжки за последние годы. Издал одна из них совместно с Венерой Харумской и две другие. Так что, если вы интересуетесь, то можете в библиотеке их заказать. Ну, и, наверное, это все. Значит, это я закрою. Правильно? Так, окей. Тогда один момент. Тогда еще осталось закрыть. Стоп, шеа. Нет, шеа скрин нужно уже. Это закрыть. Все отлично, все отлично. Мы тебя и миру хорошо любим. Вы видите, да? Да, конечно. Отлично. Ну, в общем, я заканчиваю, потому что, вы понимаете, многие хотели бы высказаться. Я, короче, с огромной, так сказать, душевной теплотой присутствую на этой конференции. Основатели, да, основатели, вот, с легчисленными методами, конечно, не только, а в широком, так сказать, диапазоне исследований. И вы видите, что это действительно расширилось очень далеко. Мы сотрудничаем не только в Германии, но и со многими другими людьми. То есть, в общем, эта школа дала свои плоды, и теперь, значит, имеются огромные результаты на эту тему. Вот, я заканчиваю на этом. Желаю всем очень хорошего дня, хорошей конференции и здоровья, конечно, и дальнейших успехов. Если надо, мы можем быть всегда в ВКонтакте, и я готов. Спасибо большое. Всего хорошего. Так, ну, во-первых, хотел вас поблагодарить, и надеюсь, что вы все-таки будете посещать нашу родную лабораторию свою, и приглашаем на все наши конференции, которые мы проводим достаточно. Спасибо, Владимир. Спасибо, Владимир. Будем держаться ВКонтакте. Окей? Спасибо. Я хотел предоставить слово тоже друг, коллегу Евгению Петровичу, Геннадию Алексеевичу Ассоцку. Пожалуйста, Геннадию Алексеевичу. Спасибо. Для меня это и честь, и радость вспомнить Евгения Петровича, потому что, вообще-то говоря, он фактически круто переменил мою жизнь. И именно благодаря его вмешательству я попал в Дубну 60 лет назад и бросил в Москву. И именно здесь, в Дубне, я думаю, благодаря климату, воздуху, компании, в которой я оказался, я смог дожить до этих лет и вспоминать то, что было давным-давно. А я ведь познакомился с Евгением Петровичем в 1948 году, когда я поступил в университет. Он в этом же году тоже поступил в университет. Он кончил Самаровский пенгринический институт с отличием. Мы его приняли в аспирантуру, а я поступил на первый курс Мехмата. Мы оказались одновременно на Мехмате и в общежитии МГУ на Староменке-32. Это было такое здание, бывший монастырь, каре такое каменное. И вот мы там жили вместе. Я, правда, тогда не очень сильно с ним общался, естественным образом, больше с его близким другом Григорием Ивановичем Макаренко. В основном мы пересекались, потому что не успел я попасть в университет, как меня там за то, что я умел хорошо излагать свои мысли, тут же приняли тогда еще ВКПБ. И я оказался, вместо того, чтобы заниматься наукой, в основном занимался общественными делами. Слава Богу, потом в аспирантуре меня все-таки вывели на научную дорогу. Тем не менее, значит, вот Макаренко тоже был партийный деятель. И я был очень рад, когда потом с ним встретился в Дубне уже по научной линии. Ну, там же училась в аспирантуре Вероника Петровна, его будущая супруга, которую я тоже очень хорошо помню. Она пользовалась успехом у нас, мужчин. Была довольно симпатичной женщиной, в то же время ученым. Здесь, Дубне, правда, ей не удалось развернуться в этом плане. Она была преподавателем мира, как только здесь начала работать этот факультет. А потом Евгений Петрович по окончанию, до того, как он попал сюда в 1959 году, он был в СКБ-245. В Москве такой был закрытый институт, который тогда догонял западные страны в отставание, которое было вызвано запретом на кибернетику, как продажную девку капитализма. Кибернетика была запрещена какими-то постановлениями партийными. Мы отстали в вычислительной технике. И вот как раз СКБ-245 был тот институт, который начал производить первые электронные вычислительные машины. В частности, Евгений Петрович, когда там работал, участвовал в создании одной из первых и довольно могучих машин «Стрела». Она называлась, когда я был в аспирантуре, я на ней активно считал. Я потом в это СКБ-245 попал, опять же, по партийной линии, как проверяющий от горкома партии, потому что они никак не могли запустить М-20. Там транзисторы у них не работали. И это было просто... Специально нацелали на них партийных лидеров, чтобы они каким-то образом ускорились. Они у них транзисторы упорно не хотели работать, потому что это были одни из первых советских транзисторов, которые имели очень низкий коэффициент работоспособности, выходили из строя. И, значит, когда я помню, я не знаю, стоит ли отвлекаться на такие вещи, но это забавно и вспомнить интересно. Значит, партийная комиссия заседает, выступает директор СКБ. Евгений Петрович, слава богу, уже в том времени перешел работать в МИФИ доцентом. А этому приходилось оправдываться, почему срок выпуска М-20 прошел уже два года назад, а машина еще не сдана в производство. Он говорит, проклятые транзисторы. Ему говорят, а в Японии-то они работают. А тот говорит, я был в Японии. Там для чистоты германиевых диодов весь пол в цеху залит водой, и женщины ходят галышом, чтобы не приносить с собой пыль. Представляете, если мы попросим наших русских работниц раздеться. Все стали смеяться и, в общем-то, им простили их эту задержку, и все обошлось. И когда я приехал в Дубну, как раз Евгений Петрович с удовольствием получал эту М-20, которая только к 61-му году к нам сюда приехала. Вот такая была, значит, история. А сюда я попал таким образом. Я после аспирантуры попал тоже в воинскую часть, естественно, потому что там можно было получать хорошую зарплату и как-то так выживать. В то время мне дали коммунальную комнатку в Москве, а к тому времени я расплодился, у меня было двое детей, плюс мама приехала с ними сидеть, пока мы с женой работали. Жить было совершенно невозможно. И вдруг я получаю такую телеграмму. Геннадий, предлагаем тебе место в объединенном институте ядерных исследований, трехкомнатную квартиру, чтобы ты сюда немедленно переехал. Я все бросил. В 61-м году в апреле приехал сюда. Меня встретил Евгений Петрович и сразу повел к своему, кстати, однокорытнику из Самары Лагунову Анатолию Алексеевичу, который был заместителем Боголюба в ЛТФ. Они, значит, меня посадили, расспросили обо всем. Вызвали, такой был Соломахин у них, хозяйственный деятель, отвези его и покажи ему его квартиру, которая его ждет. Меня повезли, показали мне трехкомнатную квартиру, пустую, и сказали, тебя ждет. Я все бросил и уехал в Дубну, получив там строгий выговор по партийной линии, потому что бросить военный институт было очень нелегко в то время. Все обошлось. Я сюда попал и счастлив, что до сих пор живу и могу здесь хорошо работать. Значит, естественно, когда я попал сюда, то Евгений Петрович стал... К тому времени у него появились эти идеи относительно непрерывном аналоге метода Ньютона с помощью введения там параметра временного. И он меня активно ввлекал в эту вещь. А к тому времени я в этих военных научился программировать, значит, делать в Монте-Карле всякие вычисления и все такое прочее. То есть мы с ним сделали первые две статьи по аналогу Ньютона. Одна из них даже в докладах Академии наук появилась. А потом меня Говорон, конечно, сманил на свои дела, связанные с трекингом, с Монте-Карло, со всякими... Значит, появилась эта программа в Умеле усиленность, с Соколовым. Я был впечатлен весьма ее возможностями и, конечно, пошел вот по этой линии работать. От него как-то немножко отошел. Тем не менее, должен сказать, что он продолжал относиться ко мне с большим вниманием. И вот тогда была забавная традиция посылать раз в год человека в заграничную командировку. Он меня отправил сначала в Польшу в 64-м году, потом в Румынию в 65-м. Это были интересные командировки, кстати. Там были люди, которые меня понимали. И я попадал в атмосферу, где можно было обмениваться мнениями. И нужно сказать, что вот когда Евгений Петрович поехал со мной вместе в Венгрию, то ему в голову пришла... В ЦИФИ, Центральный институт физических исследований. То ему в голову пришла замечательная мысль. Устроить коллаборацию, которая бы позволила собираться людям в каком-то смысле виртуально и выпускать сборники научных трудов регулярно. И вот эти сборники трудов ЦИФИ были для нас очень полезной и важной, отдушной, где мы могли легко и просто опубликоваться. Потому что опубликоваться в то время... Это была довольно долгая процедура. Там год пропадал после подачи статьи, как правило. Так что в этом плане эти выпуски совместных трудов были достаточно важной вехой у нас в развитии науки. Ну и я должен, наверное, всё-таки сейчас немножко отвлечься на то, что уже люди подчёркивали. Евгений Петрович был замечательной личностью просто как человек. Это вот его демократизм и его умение собирать вокруг себя молодёжь. Он у него в кабинете потом, когда уж мы переехали сюда, это были такие чаепития чуть ли не ежедневные, когда мы могли все вместе прийти. И при этом обсуждались ненавязчиво все новости и у кого чего не получалось. И это способствует очень тесному сплочению нашего коллектива. Ну а кроме этого, он был очень интересным человеком просто потому, что у него было много талантов. У него был прекрасный голос, высокий тенор, которым он в компании мог спеть так, что позавидовал бы какой-нибудь там Козловский. Я не знаю, он пел замечательно. У него ещё одно его увлечение было – это собаки. Если кто помнит, у него всегда были очень большие собаки. Какие-то там такие алабаи, чёрт знает какие, так что к нему зайти в дом было не так легко. Но тем не менее, значит, эта картина, когда, значит, вот я наблюдал, он гуляет, собака на цепи, увидала гусей и побежала. И Евгений Петрович был довольно объёмистый человек, но собака была такая, что она его свалила и поглакала с собой на цепочке. Значит, вот он за ней тащился, пока, наконец, криком её не остановил. Тем не менее, это было интересно, это была часть его такой личности. Он первый, кто среди нас купил лодку с мотором. Это было великолепно. Я не знаю, я там просил Лёшу показать фотографию, если он сейчас сумеет. Это ещё была одна интересная вещь. Он сажал в эту лодку всех нас. Там Николай Николаевич Говоруна, меня, там Григорий Иванович Макаренко. Мы выезжали на природу, выезжали куда-то в Клетинку там или ещё дальше с этой лодки. Лодка была деревянная, мотор был пятисильный. Но, тем не менее, мы не спеша доезжали куда-нибудь, останавливались, и в воскресенье целый день там загорали и веселились. Вот Евгений Петрович, Григорий Иванович Макаренко был, и я слева костёв помогаю им разжигать. Это было замечательно. Ну, нужно сказать, что его роль, которую уже несколько раз подчёркивали, в создании нашего вычислительного комплекса была, как первого основателя, очень велика. Значит, когда в составе лаборатории технической физики появилась такая ситуация, что все эти вычислительные машины, которые к нам пришли, требовали обслуги, появился большой штат работников вокруг, и на 80 теоретиков в лаборатории было 300 людей, которые были связаны с вычислительной техникой и вычислительными методами. Естественно, это всё отделили в ВВЦ, и, значит, вычислительный центр у нас работал довольно неплохо, до тех пор, пока к нам не приехал в командировку Базиль Захаров из Церна. По-моему, это была единственная за всю историю командировка долгосрочная сотрудника Церна в Дубну. Он здесь жил. Оказалось, что у него был совершенно корыстный собственный интерес. У него было имение в Сверской глубернии, которое исчезло во время революции, и он хотел проверить, что там осталось, и нельзя ли как-нибудь там предъявить какой-нибудь счёт советской власти на эту тему. Он ездил туда регулярно, но у него ещё с этим не вышло. Но, тем не менее, он как сотрудник Церна, работавший в вычислительной сфере, довольно быстро раскусил все недостатки того, что у нас здесь происходило. А именно, у нас были компьютерные, хорошие вычислительные машины. У нас всё было как надо, казалось бы. Но при всём при том, мы сдавали свои задачи оператору. Мы не сидели сами, не могли сами вмешиваться в компьютерные дела. И у нас организация нашей работы не была такой, как на Западе. Там все работали уже на Фортране. Мы работали в кодах машины. И только-только начинали сами изобретать ассемблер. А там уже работал Фортран. Потом весь вывод данных выполнялся, показывали задачи с очень медленных устройств. А любая ошибка заставляла пересчитывать всё. Там считали для надёжности по три раза каждую задачу на всякий случай. Ну и вот этот самый Базиль Захаров, после Житков его не очень... Он знал о его намерениях в основном заниматься своим поместьем в Тверской губернии. Относились к нему с усмешкой и редко с ним беседовал. А тот написал меморандум, уезжая, в котором изложил свой взгляд на организацию вычислений в вычислительном центре. И сказал, что надо сделать, чтобы изменить это к лучшему. И хотя к этому времени Николай Николаевич Говорон уже бывал в Церне и тоже писал об этом же. Но как-то это ушло помимо Евгения Петровича. Ну и тогда, вы знаете, в 1966 году была большая комиссия по организации, значит, новой лаборатории, которая потребовалась у нас там по главе этого процесса стоял Георгий Иванович Забиякин из «Нейтронки», который в целях было на директор этой будущей лаборатории. Но когда масштаб был уяснён, то, естественно, пригласили человека, который может проломить и бюрократию, и организовать всё как следует, Михаила Григорьевича Мещерякова. Вот. И Евгений Петрович, который мог бы претендовать на заместителя по всем вычислительным делам, стал начальником отдела, что было очень логично. А заместителем стал Николай Николаевич Говорон. Была такая вот история. Про стиль неформальной организации научной работы в отделе я уже говорил. И я до сих пор, честно говоря, с ностальгией такое вспоминаю наш дружный коллектив вычислительного центра, а потом и отдела, собрания на праздники, с тем газеты, которые у нас были. Это было замечательно. Сейчас вот Владимир Васильевич пытается в своём отделе каким-то образом воспроизвести вот эту атмосферу совместной работы. А в масштабе лаборатории она как-то потерялась, и я об этом ностальгирую. Ну, а о роли Евгения Петровича как председателя диссертационного совета уже говорилось. Он следил за развитием науки в лаборатории. Внимательно. И когда ему не совсем было понятно какая-нибудь вещь, ну вот, например, он меня вызывал и говорил, а вот что там делает Емельяенко с этими своими алгебраическими диагонализациями, это трёхдиагональные вычисления, это перспективные, интересные. Я тогда ему долго доказывал, что это не только интересно, а что это очень перспективное, плодовитое направление. И Емельяненко тогда выступил, допустил его к докторской защите. Такая же история была с Виктором Заказовым, которого тоже Евгений Петрович не очень понимал. Да и, собственно говоря, эти четырёхточные аппроксимации Дик Кусара тоже ему были не очень понятны. Приходилось его долго убеждать, чтобы он допустил людей к защитам. Но, тем не менее, итог-то ведь какой? У него 30 кандидатских диссертаций защитилось. Из этих кандидатов все им расстали докторами. Это замечательный, так сказать, итог. И я думаю, что вот то, что говорилось о роли Евгения Петровича в становлении математической школы у нас в институте и его роль в развитии фундаментовой яи, я думаю, она очень велика. Мы должны, конечно, отдавать ему должное и помнить его именно в таком качестве. Спасибо. Большое спасибо, Геннадий Алексеевич, был Виталий, наоборот, Александр Витальевич, по-моему, это, да? Я, как бы, анонсировали, что я буду делать научный доклад, это в конце, как бы, если можно. Ну, хорошо, Александр Витальевич, тогда вы, когда скажете, мы вам тогда слово дадим. Нет, я готов всегда, когда вы скажете. Я просто настроен на то, что, как бы, в конце. Ну, пожалуйста, как сказать. Можно и сейчас. Ну, хорошо, тогда немножечко попозже. Тогда я хотел бы, вот, Евгений Петрович, я активно сотрудничал и с Российским университетом Дружбы Народов. И вот сегодня у нас в гостях его коллега и друг Леонид Антонович Севастьянов. И на связи еще несколько коллег из Университета Дружбы Народов. Поэтому я хотел сначала предоставить слово Леониду Антоновичу. Пожалуйста, Леонид Антоновичу. Спасибо большое. Действительно, Евгений Петрович и друг, старший друг, и учитель, и в его отношении ко мне проявилось и некое отеческое такое качество. Я, хотя сюда первый раз в Объединенный институт приехал на месячную командировку на ВЦ в 73-м году и потом приезжал время от времени со своим другом Курышкиным, но по-настоящему начал посещать с 84-го года, когда, опять-таки, по рекомендации Курышкина я выступил на семинаре Житкова перед защитой кандидатской. И Житков меня похвалил, что хорошо рассказываете, наверное, занятия ведете, сказал он, да, занятия веду, это хорошо, это полезно. И своим друзьям сказал, учитесь, вам нужно тоже вести занятия, чтобы вы хорошо выступали. И пригласил, чтобы я приезжал на семинары. С этого момента я начал приезжать на его семинары практически все, потом стал приезжать и чаще, и познакомился, кроме Евгения Петровича, с его учениками. Сначала с одними, двумя, тремя, где-то через полгода Евгений Петрович сказал, жаль, Леня, что вы приехали в то время, когда здесь нет Эдика Айряна, вы бы с ним подружились. Это очень хороший человек. Я говорю, да, действительно, жаль, но может быть, он и приедет еще. И он действительно приехал еще, и мы стали друзьями. Так вот, я хочу сказать, что Евгений Петрович был с одной стороны моим учителем, с другой стороны старшим другом и наставником таким отеческим. И через него я стал дружен с большим числом очень хороших людей в объединенном институте. И Дубна стала для меня родным городом. Спасибо Евгению Петровичу, спасибо вам. Мне действительно здесь очень приятно бывать. Я радуюсь и душой, и телом. Спасибо. Константин Евгеньевич. Да, спасибо большое. Но я хотел бы еще в продолжение выступления Леонида Антоновича предоставить слово Константина Евгеньевича Самойлова, которая директора института в университете дружбы народа. Пожалуйста, Константин Евгеньевич. Спасибо большое, Владимир Васильевич. Я совсем коротко скажу. Ну, во-первых, я знал лично Евгения Петровича. Спасибо Леониду Антоновичу. Спасибо вам. И хочу сказать следующее. Вот, во-первых, конечно, для меня... То, что я слышу сейчас, должны слышать все в моем университете, в Российском университете дружбы народов. Спасибо всем выступающим. Я все очень внимательно слушаю. Ну, то ли возраст такой, вот, то ли уже пора, как говорится, собирать камни. Евгения Петровича я всегда знал, когда он читал лекции, я входил в комнату, кто знает, где сидит Леонид Антонович, и слева на низком кресле сидел Евгений Петрович. Он, несмотря, в общем, уже на пожилой возраст, всегда вставал и пожимал руку с хорошей, доброй улыбкой, да. И вот это для меня его характеризовало как действительно крупного человека, интеллигентного. Потому что есть необходимые условия. Это научность, наука, образование, все, что здесь говорилось. Но есть и достаточные условия. Человеком должен быть большой ученый. Евгений Петрович такой всегда с нами останется. Но что я вам главное хотел сказать, как говорится, не ищите героев в своем отечестве, да. Сейчас в Российском университете Дружба народов признаны целый ряд научных школ. Их немного, их немного. Так вот, одной из научных школ признана, выйдет книга научных школ Российского университета Дружба народов. Это научная школа, основателем которой является Евгений Петрович Житков. Есть действующие руководители. Это вот Леня Севастьянов, мой друг, которым мы вместе давно идем по жизни. Ну, я занимаюсь теорией вероятности его приложениями. У меня тоже есть учитель, который знал очень хорошо Евгений Петрович. Они в РУДе не пили вместе, как говорится, рюмку, да. А вот то, что сделал Евгений Петрович в Российском университете Дружба народов, да, я отношу к его личным очень большим достижениям. Это, вы же знаете, что, когда задают вопрос, что такое научная школа, это непрерывный научно-исследовательский процесс. Она не имеет метрик, да. Она имеет корень, и от него имеются ветви. Вот вы знаете, что в РУДе на факультете физико-математических и естественных наук, созданной Евгением Петровичем, и функционирует научная школа, имеющая в своем составе несколько поколений ученых, но имеется в виду кандидатов наук. Ну, например, три поколения. Вот с тех пор, с начала 80-х годов, когда Евгений Петрович начал с нами активно сотрудничать. Я не специалист в той области математики, которой работал Евгений Петрович, ну, будучи сам математик в теории вероятностей, но я вот сегодня, вы знаете, в день рождения, это очень светлый день, и я очень рад, что вот такое событие происходит, и от себя лично, я уверен, от руководства нашего университета, вот, я признаю приоритеты, созданные, и чту высоко приоритеты, созданные Евгением Петровичем. Спасибо, Владимир Васильевич. Спасибо, Константин Евгеньевич. Ну, и в продолжении хотел бы предоставить слово одного из учеников, который сейчас работает в университете Дружный народ, Сергею Васильеву, пожалуйста. Добрый день, огромное спасибо за возможность выступить на таком очень важном, ну, для меня вот семинаре, посвященном 95-летию Евгения Петровича Житкова. Я с Евгением Петровичем познакомился на третьем курсе, это был сентябрь 1991 года, такой переломный момент для страны, и я был студентом физического факультета МГУ, и Евгений Петрович нам читал лекции по численным методам. Читал очень интересно, очень, скажем так, с огоньком, как он это умел, и, конечно же, ну, во многом это определило мой выбор. Я, как вы знаете, там на четвертом курсе была специализация, и я выбрал направление Дубнул. С четвертого по курсу я уже жил в Дубне и активно общался с Евгением Петровичем. Значит, он предложил мне писать диплом, и диплом вот по тому уравнению, о котором сегодня рассказывали, да, который, уравнение Кадышевского, который, конечно же, за один вечер оказалось решить очень сложно. Значит, оказалось, что это уравнение, помимо того, что бесконечного порядка, это уравнение содержит и малый параметр. И в итоге получился, ну, в смысле, это направление, связанное с исследованием этого уравнения, ну, как бы очень интересно, очень сложно, и Евгений Петрович всячески поддерживал исследования в этой области, потому что тут у нас пересечение, прежде всего, ну, таких вот важных научных направлений. Это вот уравнение бесконечного порядка, которые у нас в стране развивались благодаря школам, которые вот в Казахстане, в Алмате, Персидский и Жаутыков, это у нас здесь в Москве, Дубинский, который вот занимался тоже уравнением бесконечного порядка. И помимо этого, вот, малый параметр, да, то есть сингулярное возмущение. Также вот он хорошо знал и Тихонова, и Аделаиду Борисовну Васильеву, с которой тоже вот я был знаком. И они, ну, очень с большим уважением, ну, по крайней мере, Аделаида Борисовна, отзывалась Евгении Петровиче, как о очень важном человеке, вот, в нашей отечественной науке. Также Евгений Петрович настаивал на том, что это уравнение надо исследовать не только аналитически, но и численно, и всячески поощрял, ну, в частности, мои исследования в области численного анализа этого уравнения на неравномерных сетках. В частности, мы применяли методы Шишкина в неравномерных сетках, ну, и получили вот результаты. Я остался в аспирантуру, закончил ее. Евгений Петрович предложил очень много усилий для того, чтобы я мог дальше проводить исследования после окончания аспирантуры. Он всячески, ну, содействовал моему трудоустройству вначале вот в Питерский университет, вот. Ну, а впоследствии вот уже в 2003 году я защищал кандидатскую диссертацию в Университете дружбы народов. Ну, и, собственно говоря, сейчас я активно тружусь, продолжаю работать в этом направлении, вспоминая Евгения Петровича Житкова. Кстати, кресло, в котором он сидел всегда, оно есть. Оно напротив стола Леонида Антоновича Севастьянова. Вот, всякий раз, приходя в комнату к Леониду Антоновичу, я вот понимаю, что это кресло моего учителя, и вот присаживаюсь на краешек для того, чтобы как-то вот какую-то ауру Евгения Петровича перенять. Всем огромное спасибо, всем желаю здоровья и активного участия в семинаре. Спасибо. Спасибо большое, Сергей. Ну, Евгения Петровича было большое количество коллег и учеников в Болгарии, в научных центрах Болгарии. И вот я хотел предоставить слово известному болгарскому математику коллеге Евгения Петровича Райча Лазарова. Райча, пожалуйста, вам слово. Продолжение следует... Что-то нету. Райча. Ну, есть еще коллеги из Болгарии. Я вижу. Иван Христоф, Иван Георгиев. Георгиев. Ну, хорошо. Тогда, как только проявится, мы им тогда предоставим слово. Георгиев, Георгиев. Я хотел бы, чтобы вы сказали несколько слов. Вы, Евгения Петровича, практически стали... Получили эстафету из его рук и продолжили работать. Пожалуйста. Спасибо. Я чувствую себя очень неловко, потому что мое знакомство, скажем, взаимодействие с профессором Житковым. Я так хочу сказать. Это было недолго. Я только что прибыль здесь. И были времена перемен, времена разных измен. И могу только сказать одно. Всегда были наши молодые, которые хотели к математику направиться. Я вспомню Има Патгайни, я вспомню Оксана Стрелцева, которые очень тесно попытались с ним как сотрудничать. И, ну, разумеется, про его советов по математике, по как по стратегии поддержки этой лаборатории в не всегда легкие времена. Он всегда давал свой совет и свои предложения. И мы попытались его слушать и продолжать. Спасибо вам большое. Спасибо. Как он раньше нет, не провелся. Ну, тогда я еще хотел тогда предоставить слово одного из учеников Евгения Петровича, про который уже Борис Ромский сегодня говорил. Георгий Мазуркевич, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Я не знаю, вы слышите меня, если слышите, только в нить. Все хорошо, отлично. Для меня это немножко неожиданно. Я, честно говоря, не готовился. Георгий, у нас никто не готовился. Хорошо, спасибо. Спасибо. Дело в том, что я попал в лабораторию вычислительной техники автоматизации из лаборатории теоретической физики, где у меня дела не задались немного. после общения с Дмитрием Васильевичем я попал к Евгению Петровичу. Это было, конечно, небо и земля. особенно после того, когда Евгений Петрович мне сказал, ну, вы можете заниматься тем, чем любите. Ну, это была вообще мечта. От Евгения Петровича у меня больше всего запомнился его большой кабинет с большим столом, где в углу стояла мечта всех тогдашних молодых людей, а именно компьютер-правец. в этом углу можно было часто посидеть. Евгений Петрович разрешал открывать свой кабинет, заходить в него и заниматься научными разработками, на этом правиться. Ну, правда, ситуация была такая, что мощности этого компьютера вряд ли хватало для этого, и поэтому мы там все играли в какие-то игрушки. С Евгением Петровичем было очень интересно и весело ходить сначала в столовую, а потом его знаменитое чаепитие, когда человек 10-15 собирались за столом, заваривали чай и могли мы там сидеть несколько, ну, я не скажу часов, но минимум час мы проводили за обсуждением самых различных тем, начиная от научных и кончая политическими, что тогда было очень актуально. с Евгением Петровичем мне удалось от Евгения Петровича мне удалось перенять его прекрасных коллег Бориса Николаевича Хоромского, Акишина Павла, Эдика Айриана, Эдика Никонова, и я с большой теплотой вспоминаю те времена, когда по независимым практически от меня причинам мне пришлось, к сожалению, уехать из Дубны. Но если честно говоря, я все время захожу на газету Дубна и часто ее читаю. Коллеги, большое спасибо за приглашение. Евгений Петрович для меня всегда будет первым научным руководителем, где в этом зале, где вы сейчас находитесь, я под его руководством и под руководством Бориса Николаевича защищал кандидатскую диссертацию. Спасибо вам огромное, всего доброго. Да, спасибо, Юрий. Ну вот у нас несколько коллег из Болгарии, вот я вижу, что появился Евгений Христов. Пожалуйста, Евгений, вам слово, вы работали с Евгением Петровичем. надо звук включить. Евгений Петровичев бил блестящим математикан. Он умел доводить аналитические методы исследования физических задач до численных алгоритм. Это было особо важно для работ Объединенного Института Ядренных Исследований. Дубна была желанием местам для много българских физиков и математиков. Начиная с 1974 года не посчастливилось работе в ОИАИ в секции Вечислителна и математика руководителем, которой был профессор Житков. В 1981 года я защитил докторскую диссертацию и развивая методи Житкова за решение обратных задач расеяния. Эти работи естественным образом вписывались в теории Селитона. Оглядываясь назад мне скажу что лучшее могу сказать что лучшие годы были в моей жизни были годы в Дубне. На посаде моего дома где жил в Дубне была надписата мне солдат а там рабочий. С гордостью могу сказать я работал с Евгением Петровичем Житковым. Спасибо. Спасибо большое. Игорь Иванович. Я сказал что среди еще болгарских коллег с нами на связи тоже ученица Татьяна Черногорова только что она была уже нет. Ну хорошо тогда наверное тогда я хотел предоставить слово Яну там несколько было посланий от коллег и друзей Евгения Петровича может быть он коротко познакомит эту информацию. Ян пожалуйста. Добрый день уважаемые коллеги. Вот нас попросил профессор Александр Михайлович Денисов профессор кафедры математической физики факультета ВМК МГУ член редколлегии журнала математическое моделирование вот зачитать то что он приготовил он не смог принять сегодня решение участие Я познакомился с Евгением Петровичем в середине 70-х годов в связи с новой для меня научной тематикой обратными задачами квантовой теории россияния Я в то время достаточно часто бывал в ОИАИ и обсуждал эти задачи с ведущими сотрудниками лаборатории теоретической физики Андрей Николаевич Тихонов порекомендовал мне посоветоваться по этому кругу научных проблем с Евгением Петровичем которого он высоко ценил как выдающегося специалиста в области прикладной математики Общение с Евгением Петровичем было для меня очень полезным так как обратные задачи россияния были также в сфере его научных интересов я увидел что Евгений Петрович был большим авторитетом в математике для ряда ведущих сотрудников лаборатории теоретической физики в дальнейшем у нас было много разных причин для общения конференции оппонирования диссертации и многое другое особо хотел сказать о нашей совместной работе в редколлегии журнала математическое моделирование несмотря на то что ему нужно было приезжать Евгений Петрович почти никогда не пропускал задания редколлегии и был одним из наиболее активных ее членов мы обычно после заседания шли от ИПМ к метро Новослободская в последние годы Евгений Петрович достаточно сильно хромал но нисколько не терял своего оптимизма и продолжал приезжать на заседания у меня очень много личных прекрасных воспоминаний о Евгении Петровиче которые не забываются несмотря на прошедшие годы выдающийся ученый и замечательный необычайно доброжелательный и веселый человек встретить такого человека и общаться с ним многие годы большое счастье вот это Александр Михайлович Денисов я скажу чуть-чуть Александр Михайлович Денисов был одним из моих руководителей тоже Андрей Николаевич Тихонов и на самом деле вот это тоже связано с Евгением Петровичем который был оппонентом моей кандидатской диссертации которую я представил в 1986 году и защитил и благодаря тому что Евгений Петрович ее не отклонил я смог дальше уже работать в нашем университете и приехать в Дубну в 1995 году и в 1996 году у нас даже есть совместная работа с Евгением Петровичем по методу введения параметры еще с нашим коллегой Ото Гудецем из Словакии так что у нас есть и личные конечно были встречи с Евгением Петровичем в Словакии который приезжал были у Миши Натича тоже были вместе в его огороде на шашлык или там гуляш что-то там я уже точно не помню что мы там ели пили и конечно еще вспоминается когда мы катер таскали на Волгу от Евгения Петровича так что вот самые самые и у меня самые лучшие воспоминания об Евгении Петровиче вот есть еще вот если вдруг Райчо не готов Райчо Лазаров потому что у меня вот от группы болгарских вот ученых есть несколько вот таких которые пожелали прочитать давайте я кроме Райчо зачитаю если но он здесь но пока если он сможет подключиться то хорошо а если нет то я еще Райчо нет пока нет ну я кроме его выступления зачитаю если он не сможет подключиться я потом зачитаю дальше вот Евгений Петрович Житков и болгарская прикладная математика в качестве руководителя отдела ВЛВТА ныне ЛИД ему и пришлось встретиться с многочисленной группой болгарских ученых в области вычислительной математики и физики к нам болгарским специалистам Евгений Петрович относился с большой теплотой заботливостью понимаем и всегда пониманием и всегда предлагал свою помощь и давал свою помощь как научного руководителя консультанта и администратора трудно представить имена всех болгарских ученых и специалистов которые получили помощь научное руководство от Евгения Петровича но безусловно его помощь и его всяческая поддержка были решающими для защиты докторских диссертаций Райчу Лазарова Михаила Кащиева Евгения Христова Христо Семирджиева и Стевки Димовой Мы болгарские специалисты и ученые в области вычислительной математики и математического моделирования отмечаем 95-ю годовщину со дня рождения Евгения Петровича с признанием за его выдающиеся достижения в науке и с большой благодарностью за его существенный вклад в развитие научного потенциала в Болгарии Для болгарских ученых участие в этом юбилейном семинаре есть большая честь и признание за глубокие благотворные связи между болгарскими и российскими научными сообществами Вот дальше хочу зачитать воспоминания Рачо Денчева Вот это интересно потому что как он пишет я начал работу в ОИАИ в 1960 году и кажется тогда там впервые работал болгарский математик Руководителем отдела был Евгений Петрович с которым у нас быстро сложились теплые дружеские отношения у него были широкие научные интересы и прямо или косвенно он принимал участие в моей работе Мы плодотворно обсуждали разнообразные вопросы как например численные решения одной системы нелинейных сингулярных интегральных уравнений связанных с дисперсионными соотношениями актуальными в то время в квантовой теории поля или например так называемые некорректные задачи и их регуляризация Характерным было самое да Райча только что написал что у него не работает камера но я так понимаю что если звук работает мы с удовольствием вас послушаем Райча включайте микрофон и мы вас слушаем окей вы слышите меня друзья или нет слышите или нет прекрасно слышим замечательно извините но как-то не получилось как мы хотели Степка звонила несколько раз ничего не получилось со связью она бы прочитала все но я зачитаю вот свои воспоминания воспоминания которые датируют сколько уже много-много лет 50 лет в январе 1980 году мы с Александром Ильичем Самарским и Благовестом Сендов тогда он был председателем Академии наук Болгарии обсуждали необходимость в существенном усилении исследовательской работой в области вычислительной математики более специфично численного анализа и научных вычислений в Болгарии по мнению Самарского это могло было осуществиться только при помощи сотрудничества и совместной работой с физиками через объединенные институты ядерных исследований Дубна благоприятное обстоятельство было то что в то время Евгений Христов и Михаил Кашчев работали плодотворно и успешно в отделе Житкова вот немедленно Александр Ильич позвонил и изложил Евгений Петрович свою тезу и он с большой радостью согласился участвовать и поддержать наше начинание на всех уровнях вот немедленный результат была моя трехмесячная командировка но самое главное что были включены новые научные темы в области вычислительной математики и физики с участием Олега Ильева Черногоровой Степкой Димовой и многими другими болгарской математикой и это все благодаря биорезервной и непрерывной административной и научной поддержке Евгения Петровича спасибо большое Евгений Петрович спасибо большое Райчер очень рады вас и слышать и всегда мы с большим удовольствием слушаем ваши доклады на всех наших конференциях ну Ян тут еще просит слов пожалуйста ну я уже дополню вот была Татьяна Черногорова включена но что-то ее не видно тоже из Болгарии во время моей аспирантуры в МГУ я два раза по три месяца работала в Дубне в отделе Евгения Петровича Евгений Петрович всегда встречал меня с теплотой и улыбкой которые до сих пор не могу забыть хотя это было почти 40 лет тому назад предоставлял мне все условия для плодотворной работы когда написала диссертацию Евгений Петрович прочитал ее и с радостью согласился стать моим оппонентом при защите спасибо спасибо ну я предлагаю предоставить слово Александру Витальевичу Александру Витальевичу вы готовы? да я готов я сначала хотел произнести теплые слова в адрес Евгения Петровича конечно так вот я уже на протяжении больше 50 лет уже приближается почти к 60 годам связан с МИФИ инженерно-физическим институтом как он раньше назывался теперь называется национальный исследовательский ядерный университет в скобках МИФИ вот Евгений Петрович он был связан с МИФИ тоже с ранних годов своей научной деятельности он зачитал как известно свою кандидатскую диссертацию в 52 году а уже начиная с 54 года он поступил в МИФИ на кафедру высшей математики где проработал до 60-го почти года почти 7 лет а параллельно он работал уже отмечался в этом конструкторском бюро СКБ 245 по созданию первых виселительных машин а в МИФИ он преподавал различные курсы и как общего характера мат анализа и другие специальные курсы и получил там сначала он работал это принято старшим преподавателем будучи кандидатом физмат наука а затем он получил звание ученое звание доцента в МИФИ именно будучи преподавателем в МИФИ вплоть до 60-го года потом он ушел в Дубне он стал так сказать по расстоянию стало это трудно так сказать параллельно работать в МИФИ но в 93-м году он опять вот язвил уже согласился и в то время была такая кафедра его Борис Ленинович Рождественский если вы знаете он доктор физмат наук профессора МИФИ сначала он был заведующий кафедром высшей математики а затем отпочковался кафедром выпускающего специалиста прикладной математики вот сейчас заведующий кафедром Пудряшов Николай Алексеевич известный математик и вот пригласили Евгения Петровича в 93-м он согласился и до конца своей жизни он преподавал ездил один раз в неделю в МИФИ вот и читал студентам не только наши кафедры и других и самые известные кафедры так сказать с точки зрения значимости это кафедра теоретической ядерной физики номер 32 у нас номера кафедры а наша кафедра 31 кафедра теоретической ядерной физики 32 вот естественно он руководил и выпускными работами дипломами и кандидатскими так сказать диссертациями и некоторые из его учеников выпускников МИФИ работают и в объемном институте ядерных исследований вот а если говорить о моих личных контактах я считаю вот особенно после защиты докторской диссертации когда это все уже так было оформлено в моей научной исследовании вот считаю что у меня два учителя это первый это Сергей Борисович Шихов профессор МИФИ между прочим свое имя Сергей он получил его крестным отцом является Сергей Васильевич Рахманинов великий русский композитор поскольку его отец Борис Шихов работал в Московской консерватории и Сергей Васильевич Рахманинов согласился быть в теплых отношениях был крестным отцом Сергея Борисовича и Евгений Петрович Житков с которым я по своей творческой деятельности знаком начиная с 80-го года по-тих де-факто 80-го года на протяжении до самого кончины Евгения Петровича мы поддерживали с ним контакт творческой деятельности и всегда он приглашал меня выступать на тех семинарах которые соприкасались с моим направлением деятельности и в частности когда зашла речь о защите докторской диссертации Евгений Петрович предложил мне защищать на совете Мещерякова где он был членом этого совета и согласился тогда разрешалось быть одним из оппонентов моей докторской диссертации математической теории ядерных реакторов и линейный анализ мы между прочим Сергеем Борисовичем затем выпустили издательство энергоатом издательство центральная книга под этим названием вот Сергей Борисович вернулся в МИФИ как преподаватель как профессор в 93 году до конца своей жизни преподавал два уникальных курса это континуальное интегрирование и итерационные методы решения нелинейной задачи математической физики где он в частности свой метод непрерывный аналог метода Ньютона рассказывал о нем применении эффективности его применения для решения различных задач нелинейной задач математической физики вот мои такие очень теплые воспоминания между прочим когда Сергей Борисович любил в том числе и вот пирожки так сказать вот такие домашние пирожки знал я у меня моя жена Светлана она была отлично знакома Евгению Петрович и она всегда приезжала в МИФИ раз в неделю она к этому дню выпекала эти пирожки она их жарила на сковородке на масле а не в духовке так сказать именно такого рода приготовления Евгению Петровичу нравились с различной начинкой как правило вот и вот Евгений Петрович с удовольствием пил чай у нас на кафедре с этими пирожками я всегда передавал эти благодарности спасибо ей супруге к сожалению скончавшись вот из-за коронавируса между прочим вот и у нас были такие тесные семейного характера взаимоотношения в час так ну вот самые теплые действительно тут много было сказано о его демократичности о его благожелательном отношении к людям помочь в какой-то творческой деятельности как-то помочь в каких-то вопросах связанных с организацией прохождением публика публикациями в частности и защитой этих результатов которые оформлялись в виде диссертации самые теплые самые теплые воспоминания Евгения Петровича ну вот все что я хотел сказать относительно вот таких личных контактов воспоминания Евгения Петровича ну там был предусмотрен еще доклад если доклад остается в силе то я готов там рассказать Владимир Васильевич там не предусматривается регламент я так понял что уже вот уже вообще-то много времени да наверное действительно все устали я просто предлагаю что мы может быть сделаем специальный семинар семинар тогда уже будет чисто научные доклады Большое спасибо по-моему вы прекрасно рассказали о том периоде жизни который не все знакомы так что вы осветили ту сторону деятельности Евгения Петровича которая связана в первую очередь с МИФИ спасибо большое спасибо спасибо значит вот тут еще предлагается Рубену Байяна пожалуйста Рубен ну хорошо мы совсем забыли про нашу аудиторию здесь тоже очень много желающих пожалуйста кто еще хотел бы сказать твои слова Сахабиджан Евгения после Саха сейчас здравствуйте а я я знал в 94 году на самом деле когда я еще был в аспирантуре премь мне всегда говоришь тебе надо поехать в Дубну там работать пару лет потом поедешь домой а я тогда не собирался и в это он предлагал мне маханков сотрудничать но потом я приехал маханков уехал я приехал в ЛТФ там работал но в это время Юрий Петрович защитил доктор что диссертацию поэтому я как бы пореспондент работал между ними Юрий Петрович и так что с того времени я его знал и в 99 году я когда переехал из ЛТФ тогда еще ЛВТ был я как раз к нему обратился и то что мне очень понравилось то есть я тогда думал что может быть надо будет работать по численными методами он сказал ты занимаешься космологией без проблем но изучай еще именно численные методии и в 2001 году я начал ходить его лекции это Дружбы народов он читал я с ним ездил и его лекции посвящал так что он в таком плане что он мой усыщен тоже потом если вы помните тут много раз говорилось чай пить в его комнате я часто там бывал и это конечно для меня было полезно таком плане я никогда не думал что я буду просто не было плана защита докторской диссертации вот в 2004 году начали всегда мне говорили тебе у тебя есть работа тебе надо защищать я собрался что у меня еще нет но итоги кажется в 2006 году я согласился хорошо я попробую и начал писать но фактически то есть он вот особо всегда настоивал чтобы чтобы не было чтобы я защитил я думаю что если его не вот такой настойчивость я бы никогда не собирался просто потому что у нас как в нашей стране везде это достаточно вообще не идет и у меня не было никаких планов он как раз настоивал на это так что за это ему спасибо и он всегда помимо этого был всегда очень дружеский всегда отзывчивый если какие-то проблемы всегда можно обратиться и всегда пытался помогать ну вот я очень рад что как раз я попал в Литв потому что я приобрел после Руден родной дом дубны спасибо спасибо большое сахар вини вот извини секундочку там у нас появился профессор из монголии тоже сотрудник который защищал у нас докторскую диссертацию известный ученый будням вы на связи ну хорошо я думаю что Евгений Перепелкин пожалуйста вам слово меня большая радость вспомнить о моем первом научном руководителе мое знакомство с ним произошло как раз в МИФИ на 31 кафедре про которую сейчас говорилось он у нас как раз читал вот эти два курса по методу решения итернационное методное решение ненейных уравнений как раз по сути непрерывный аналог метода Ньютона был его основным такой частью содержанием и курс континуальной интегралы но для нашей группы тогда появление Евгения Петровича было неким событием потому что он ярко выделялся так контрастировал со всеми людьми преподателями которые я видел до этого он был действительно очень открыт для общения со студентами очень буквально с первых минут когда он зашел в аудиторию сразу был какой-то контакт то есть он не был отстранен от аудитории а общался как будто мы хотя и были отличные по возрасту и по уровню ну как будто на одном скажем поле соответственно прослушав вот его курс когда стал вопрос о выборе научного руководителя учебно-исследовательской работы у ИР как она называлась у меня в общем-то решение было сформировано к тому же я узнал что вот он из Дубны а у меня отец когда-то учился здесь в МИРА и он мне сказал что Женя это хороший город тебе понравится и соответственно я не думая просто пришел к нему он естественно мне дал сразу какую-то задачу с нелинейным уравнением которое потребовало определенных усилий чтобы решить и потом когда я уже решил он мне сказал я хочу понять вашу как бы сказать природу вам нравится решать наверное сложные задачи я говорю да мне нравится он говорит мне тоже нравится но я понял что очень часто сложные задачи не имеют такого конечного ответа ну я сказал что когда он спросил меня о моих планах дальнейший перспектив научных исследований работая я сказал что хотел бы продолжить начатое и он предложил как раз ойяя и куда я буквально на диплом в 97 году приехал сюда и как раз после защиты диплома на кафедре в МИФе я поступил в УНЦ здесь в аспирантуру и участие в аспирантуре как раз мы с Евгением Петровичем занимались решением нелинейных уравнений дифференциальных частных производных я тогда был очень впечатлен курсом лекции по нелинейным уравнениям заведующего нашего нашей кафедры Кудряшова Николая Александровича ну я думал что он сегодня выступит но наверное не сложилось понятно то есть тогда я бредил групповым анализом уравнений всякими преобразованиями Бэтмунда Миуры и когда Евгений Петрович предложил работать именно искать аналитические методы для точных решений там была задача магнитостатики я конечно с радостью согласился и погрузился в это и с его стороны всегда была вот свобода то есть как вот здесь уже говорили то есть я мог в каком-то собственном режиме всем этим заниматься он всегда давал возможность как минимум раз в неделю прийти к нему в кабинет здесь я присоединяюсь к воспоминаниям про чаепитие и тому подобные вещи он всегда был готов выделить время для науки наука для него была на первом месте то есть он говорил Женя по науке мы обязательно поговорим вот в такой-то день приходи и он был готов слушать столько сколько это требовала задача то есть это неважно это мог был час-два я стоял у доски ему что-то писал я помню его известное выражение которое мне сказал говорит у аспиранта важно найти первую ошибку а все остальные он найдет сам вот и таких итераций конечно было много за все время пока я там решал эту задачу но в конце концов удалось и в этом естественно заслуга Евгения Петровича потому что он постоянно вдохновлял поиск этот был сложный периодически тебе кажется что ты решил потом выясняется что есть ошибка ты снова решил снова ошибка этот такой итерационный бесконечный процесс требует определенной целеустремленности и скажем так стойкости и вот Евгений Петрович он был тем человеком который постоянно подбадривал он говорил что ничего страшного что нужно пытаться идти и идти дальше и дальше когда я вот уже под его руководством в этой аудитории защищал кандидатскую диссертацию и уже начал заниматься докторской ну уже там это было связано с лабораторией ядерных проблем значит с ускорительной физикой такой уже там моделированной динамикой пучка что сегодня кстати в начале говорил Трубельков Григорий Владимирович там по оптимизации динамики пучка по пространственному заряду здесь тоже нелинейные уровни действительно это было не все так просто и вот Евгений Трубелькович он все равно как бы мы с ним встречались все это обсуждали значит здесь вот можно уже многие об этом говорили и как бы я повторяюсь бесконечно долго говорить вот о его как бы многогранности то есть он был великолепен не только как вот ученый который по сути всю сермягу вот этой науки собой представлял и как человек то есть он был и учителем то есть много вот этих советов жизненных каких-то установок мировоззрения представления свободы каком-то обсуждении о чем сегодня тоже говорилось все это было присуще и это было большое счастье просто находиться рядом с ним и иметь возможность вот этого общения конечно вот он ушел но о людях остается память вот эта память она позволяет жить дальше вспоминая вот этого человека вот этот вот образ мышления того что он передал для дальнейшей жизни для преодоления трудности которые возможны в жизни то есть на этом у меня все я благодарю большое спасибо Евгений так пожалуйста Владимир Степанович Лежек Долго я скажу несколько слов Евгений Петрович тоже сыграл большую роль в моей научной деятельности ну во-первых здесь уже отмечали то что он был прекрасным лектором и когда я приехал в Дубну и Евгений Петрович читал курс лекций по вычислительной математике и по численным методам и наверное я немного в своей жизни слышал слушал таких интересных людей то есть с одной стороны вычислительная математика все-таки довольно абстрактная наука и довольно формализованная но он находил возможность рассказать это интересно показать логику показать задачи различные подходы ну и я многому научился и второй момент Евгений Петрович был оппонентом на моей докторской диссертации хотя диссертация защищалась в лаборатории теоретической физики называлась многомерная многоканальная задача рассеяния в атомно-мезоатомной физики но Игорь Викторович Пузынин вот мне посоветовал обратиться к Евгению Петровичу Евгений Петрович согласился быть оппонентом и что удивительно он прочел диссертацию сделал замечание замечание ну вот у меня кусок диссертации был использованием методов вычислительной математики приложений сделал замечание по существу позитивное я не могу сказать что я участвовал в знаменитых чаепитиях в его кабинете но на банкете после защиты докторской диссертации он себя проявил как очень очень интересный и позитивный человек а вот пожалуй все не буду задерживать наш семинар спасибо за внимание спасибо один еще из учеников я не планировал выступать и не буду выступать просто хочу одно исправление ввести вот это известное чаепитие оно превратилось в чаепитие где-то в 83-84 году когда мы переехали этот корпус до этого мы работали ходили в лаборатории теоретической физики у Евгения Петровича там был маленький узенький кабинет там все комнаты такие кабинет 208 где невозможно было чай пить мы там играли шахматы но это были шахматы не классические блиц и посередине времени превращалось в регби что-то подобное между регби и боксом потому что две с двух сторон люди атаковали и подсказывали и не дали самому играющему этот момент руками трогать а когда мы переехали в этот корпус и Евгений Петрович в соседстве где сейчас Татьяна Александровна сидит тогда Шелев там по-моему если не ошибаюсь и Сергей Сан Шелев пару раз сделал замечание после чего строго запретил нам там играть шахматы потому что говорю это были такие шумные мероприятия все хватали на лепне однажды таком участвовал вот на той фотографии которую видели Михаил Григорьевич так он важно сидел все и пока он начухался монг вьетнамец был у нас начал за него ходить раз терпел здоровье что-то хотел сказать нафиг нафиг он это слово говорил хорошо не сказал пошел нафиг просто так сам себе вот после этих когда Сергей Александрович несколько разжаловался мы начали постепенно там перейти на чайпитие а в том кабинете невозможно было чайпить это был совсем узенький и маленький это были присутствующие актеры здесь Павел Акишин Борис Харомский Монг этот Алик Мачаваря не участвовал Роберт Ималеев так человек восемь боевых так что вот остальное если что-нибудь я там скажу спасибо Эдик за Татьяна Александровна пожалуйста так же это 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 громадная заслуга Евгения Петровича ну а про мои собственно ну их было очень много и таких и таких но вот про очередной экзамен кандидатский сдавала по вычислительной как ее 13-18 и это вычислительная когда когда я вытащил билет который надо то я прочитав это я так тихо обалдела а Евгений Петрович сказал вот здорово вопрос по всему первому тому Березина и Житкова это было прекрасно совершенно ну и потом всегда когда я иду через лес я когда мы переехали на черную речку всегда почему-то как-то попадалось что Евгений Петрович гулял свою собаку они шли оба они были оба мощные они шли в перевалочку они были такие уверенные далеко стоящие Евгений Петрович всегда здоровался спрашивал как дела а собака всегда облизывала и целовался и дальше ты шел весь в слюнях этой собаки то есть я хочу сказать Евгений Петрович это действительно тот базис который в нашей лаборатории есть а уж про и чаепитие и про семинары в этой комнате когда писали на доске и все понимали и вот экзамены сдавали это был центр научной деятельности нашим и я желаю отделы вычислительной физики продолжить все эти традиции и помнить что это у нас было это у нас есть и этим мы сильны спасибо спасибо большое Татьяна Александровна мы два часа у нас прошло вот я хотел бы так что но те кто присутствует здесь еще могут нас уже другое более неформальной обстановки еще сказать о Евгении Петровиче а вот я хотел только спросить вот кто у нас сегодня на связи есть ли очень коротко выступить есть ли кто желающий еще коротко выступить но очень коротко пожалуйста вот я вижу Нина Богданова с будням Нина пожалуйста Нина нет связи ну вот Эдик хотел мне сказать о том что вот многие ученики и коллеги Евгений Петрович из разных стран к сожалению не могли потому что у нас было большое количество желающих выступить из Белоруссии Армении и не могут соединиться я не понимаю что это такое вот есть такое вот но я так понимаю что география география у нас очень большая Евгений Петрович был человек мира он был очень известный ученый очень хороший математик и очень общительный и гостеприимный человек и поэтому к нему все очень много людей к нему очень были благосклонны и он был склонен ко всем и поэтому у него учеников уже говорили там около сорока учеников это вообще говоря редкий случай чтобы такой количество учеников из разных стран мира вот да вот ну и конечно он по-моему большинство тоже защищались из сотрудников и я и после Мещерякова ученого совета который проводил Мещеряков потом очень многие годы ученый совет который Евгений Петрович вот поэтому 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 конечно слова благодарности и почтения перед этим я считаю великим человеком который вот сегодня мы говорили Григорием Владимировичем Трупниковым вот перед этим семинаром он сказал чтобы ты считаешь самое главное что Евгения Петрович я сказал что я на мой взгляд это самый сильный математик вот за историю ЛВТ Али вот я хотел вот это подчеркнуть потому что он классик академический подход вот ну и соратник конечно тех наших великих специалистов про которые уже сегодня и говорили и Андрей Николаевич Тихонов Самарский Бахвалов Березин Ильин и многие другие которые конечно были Евгением Петрович можно считать что продолжение этого ряда вот но единственное только я хотел сказать что все таки книгу почти метод написал не Евгений Петрович а Николай Петрович вот вот но когда я учился как раз на ВМК МГУ как раз Иван Семенович который читал у нас лекции по численным методам и конечно мы Евгений Петрович я узнал позже чем Николай Петрович и учился в одной группе я с Ириной Евгениной Житковой ну хорошо тогда значит я предлагаю если у нас те кто на связи уже не сможет сказать или по каким-то причинам поэтому я всех благодарю я благодарю всех кто пришел на наш семинар памяти Евгения Петровича Житкова те кто сейчас присутствует наши лаборатории и они еще могут много что сказать и благодарю тех кто пришел и участвовал в нашем нашем семинаре дистанционно всех коллег коллег учеников Евгения Петровича хотят всем пожелать всем пожелать крепкого здоровья успеха вот хотел чтобы те кто сейчас далеко от нас чтобы не забывали нашу лабораторию чтобы приезжали к нам чтобы мы вместе продолжали сотрудничать приезжайте на наши конференции проводите семинары мы всегда очень рады этим встречам так что всем большое спасибо и до следующих встреч ну а всех присутствующих приглашаю на небольшой фуршет который мы организовали память Илья Петрович и у все и все и и и и Продолжение следует...